Ориентир на Восток. Еще до начала СВО алтайские предприниматели начали активно посматривать в сторону Азии. В прошлом году этот интерес вырос в разы. К тому же до Казахстана и Китая рукой подать. Приграничные регионы имеют более удачную логистику, более простую и более дешевую схему поставки. Что особенно важно, у азиатских партнеров есть интерес к алтайскому, прежде всего продовольствию. Продукты у нас гораздо более натуральные и полезные, чем в том же Китае, но не только продовольствием интересуются с Востока. Наше промышленное производство тоже оказалось востребовано, причем среди потенциальных клиентов не только Китай. Буквально два дня назад я вернулся из бизнес-миссии в Индию. Было очень много встреч. Индийцы очень расположены к русским. Я всем советую, кто хочет выходить, именно обратить внимание на Индию. Очень большой рынок и они очень доброжелательны. И, скажем, выбирая между китайцами и нами, выберут нас. Индусов заинтересовали алтайские фотосепараторы, сортирующие сыпучие продукты по цвету. Страна много экспортирует и риса, и чая, поэтому такие аппараты нужны. Среди тех, кто проявил интерес к сепараторам, и Турция. Эксперты утверждают, что с турками россияне тоже стали больше торговать. В лидерах по товарообороту с Россией в 2022 году и страны Средней Азии. Я приведу одну цифру интересную. Более чем в 2000 раз вырос объем поставок гаджетов и электронных устройств из Казахстана. Можем предположить, что в данном случае Казахстан служил такой некой перевалочной базой. Более чем в 4 раза вырос товарооборот с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это в основном электроника. Но вернемся к алтайским предпринимателям. Среди них стали весьма востребованы вебинары, в том числе по юридическим вопросам торговли с Китаем. Китай страна с очень жесткими требованиями к ввозу товара. И в отношении его сертификации, проверки и вообще в отношении нюансов связанных с заключением своего контракта. Каждый второй экспортер так или иначе с нами сотрудничает или приходит к нам на мероприятия. Расширять и углублять сотрудничество со странами Азии. По словам экспертов, в ближайшие годы будем только больше. Европа вышла из горизонтов интереса и это надолго. Дело и во внешней политике и в том, что европейский рынок становится менее интересен в связи с энергетическим и финансовым кризисом. Отказ от российского топлива и сырья для энергетики стал большим ударом для европейской экономики. Закрывались в 2022 году заводы по производству минеральных удобрений, закрывались сталитейные производства, то есть то, что требует большого объема энергии. Вполне возможно, что Европа по одному из наиболее вероятных сценариев перейдет в ситуацию наших 90-х годов. С резким падением производства, с резким падением уровня жизни. По мнению экспертов, интерес России в ближайшие годы может повернуться и в сторону африканских стран. Они очень нуждаются в нашем продовольствии, агрокультурах, сельхозтехнике. Мы готовы приобретать их фрукты, ягоды. Ну а Центральная Африка в ответ на наше продовольствие уже поставляет уран для электростанций. И сотрудничество в этом направлении тоже будет развиваться. Возможно и алтайские предприниматели в скором времени с интересом посмотрят в сторону Африки. А пока все же главные наши партнеры Китай и Индия.